здравствуйте сегодня речь пойдет об улитках улитки то у меня такая тема которая сопровождает меня уже довольно давно я их и рисовала и делала в технике папье-маше и в технике картонажа а теперь я хочу вышить брошь начну с эскиза вот такая улиточка получилось и я продумала вот про такой глазик ей вставить когда начала искать их вот нашла у себя и серенькие оказывается у меня есть и вот нашла такую бусинку бусинку можно подшить и не надо даже думать как крепить ее особо делаю спиральку из другого фетра чуть поменьше чтобы поднять вот этот вот этот участок я как бы с каждой стороны уменьшаю на пару миллиметров эту спиральку и посмотрим что получится решила не обшивать канителью буду делать вот у меня есть такой шнур красивый серебряный попробую сделать ее такой вот все из себя объемную он здесь распускается надо будет его запустить как бы внутрь если сделаю большую дыру и его туда запущу и там закреплю у меня есть такое шило очень удобное она кстати продается на алиэкспресс в кожаных если вы кожа инструменты для изделий для кожи будете смотреть найдете его там вот так сейчас попытаюсь его туда затянуть где-то у меня был крючок вот он крючок мой вот так потихонечку сейчас подклею и там потом закреплю здесь тоже оставлю кончик и запущу его внутрь ну вот так получилось здесь я сделаю кристалл поэтому вот не будет очень видно этого а вон начале хорошо надо наверно или дырку больше делать или большим крючком пользоваться но меня к сожалению под рукой вы не оказалось нитки лучше распушить и тогда здесь поменьше будет потому что вот такие три огромные у них есть толщина поэтому их лучше или распустить или обрезать и распустить и подшить потихонечку чтобы он действительно держался вот у меня есть такая мини дрель и я попытаюсь вот здесь с двух сторон сделать дырочки как работать я дрели вот ставят аккуратненько и начинают вот вот это за эту часть вот вот за эту часть держат и начинают пружинку туда сюда вот так крутить должно получиться на камеру это делать немножко сложно но хотя бы для начала вот так и она должна просверлить вот начал уже сверлить потихонечку там дырочка маленькая появилась но сделаю покажу вам но он видите вот одну дырочку я уже просверлила при втором прямо вот через глазик буду сверлить вот так попробую не получится значит пойду опять по тому же методу нет вроде получается ну вот в руках было тяжело сделать а когда я поставила это на опору вот так глаз просто поставила и вот я его просверлила теперь можно его спокойно пришить и не бояться что он упадет я купила такую красивую цепочку она не совсем желтая то с такими вставочками и вот я решила ее здесь вдоль шнура подшить должно быть красиво ну вот цепочкой подшила а шнур забыла вот сейчас вот я его подшиваю и надо обязательно нитку не вообще серебряная нитка но уже белая осталась у меня немножко покажу надо нитку вот прямо вот между вот этими вот витками проставлять и она хорошо прошивается все вот вставили лучше конечно аккуратно такая положить туда и завер и за туда и она в общем-то ложится она ложится между витками очень хорошо и и не видно можно это делать прозрачная ниткой но и вот и белая в принципе прячется под витки и ее не видно ну вот так я сделала эту цепочку еще добавила зеленую и вот сейчас шью бисером это восьмой номер не знаю какой восьмой написано тут у меня 647 что это за 647 не знаю но смотрится хорошо красивый а дальше вот буду вышивать вот у меня есть тут микс такой японский японских бусин бисера и стекляруса из всего микса я выбрала стеклярус и решила обозначить все-таки движение спирали этой улитки ну вот такая пока улитка получается рожки я хочу и сделать у меня вот такие пины не знаю сколько они длины но длинненькие с шариком они как раз подходят сюда по цвету и надо идет симметричными в конце я вот хочу набрать вот такие вот из микса тоже я пособирала такие прямоугольнички такие вот прямоугольнички а наверху вот такие белые бусинки будут еще но надо их собирать симметрично поэтому я ищу сразу и собираю их как бы одинаковыми бусинками сделаю ей такие вот довольно длинные рожки чтобы были симпатичные чтобы она могла по дороге найти что-то себе это называется у нее они как типа щупалец она проверяет свою дорогу улиточка этими щупальцами подрезала я головку подшила рожки вот кусочку и теперь я вот так их подошью головки и вот такая будет улиточка вот использовала в итоге из микса стеклярус и чуть-чуть бусинок он такая улиточка получилась теперь осталось только ее обшить но сделать дизайн чек кожу приклеить и обшить уже покажу вам ее в готовом виде вот я уже обшила свою улиточку вот так получилось таким цветом немножко платиновым который обвиняет и серебро и вот эту вот этот без вот такой вот м бисер у меня есть тоха пи f558 но я купила в местном магазине в интернет поэтому не знаю для израильцам напишу название магазина вот так получилось и мне показалось на немножко скучно я и добавил такой цветок а теперь я думаю может быть вот здесь вот еще сделаю зубчики потому что а может даже красненькие зубчики сейчас посмотрю что получится и покажу вам наверное да чтобы она была немножко более яркой такой бисер красный такой симпатичный вот его номер мияки 11 254 день но я не уверена что во всех магазинах он такой это израильские магазины продают его под таким номером вот и буду делать просто зубчики одну да одну нет но это известный способ ничего нового в одну бисеринку заходим в другой выходим и делаем зубчики только тут вот начали надо поймать дырочку шью я леской и тоненькой но это не мононить это леска сейчас покажу у меня вот такая дайва 165 номер 1 очень хорошая кстати потому что мононить я не могу справиться вот с ней как раз работает неплохо она послушная достаточно и вот так одну сюда одну сюда закончила я вот эти вот красненькие зубчики подержали цветочек получилось мне кажется симпатичная улиточка вот такая можно рожки немножко подвинуть вот такая брошка спасибо что были со мной до свидания вот такая�� Субтитры создавал DimaTorzok